МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 85 сообщений о происшествии. Праздник казачьей культуры Казарла в Атомграде. Можно заниматься чем угодно, но мы стараемся немножко показывать корни тех народов, которые живут в Российской Федерации. Об этих новостях и не только подробнее. 4 ноября в России отметили День народного единства. В больших и малых населенных пунктах прошли праздничные торжества, народные гуляния, фестивали и концерты. Традиционно первыми встретили праздник жители Дальнего Востока. Мероприятия прошли во всех российских регионах, в том числе и в Крыму. При этом в пользу важности праздника высказывается большинство россиян. С одобрением к нему относятся 68% граждан. Это данные опросов ЦИОМ. А среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет важным День народного единства называют уже 83%. День народного единства отметили и в Десногорске. В честь этого 1 ноября в Центре культуры и молодежной политики муниципалитета прошел торжественный вечер. Подробности далее. 1 ноября в зале Центра культуры и молодежной политики Десногорска прошел праздничный вечер под названием «Единстве народа. Великая сила», посвященный Дню народного единства. На концерте присутствовали представители разных народов – русские, белорусы, татары, грузины, башкиры и многие другие. Зрителям выпала интересная возможность прикоснуться к культуре разных национальностей. На концерте помимо выступлений творческих коллективов города прошло и торжественное награждение. Были вручены благодарственные письма от директора Смоленской атомной электростанции Павла Лубенского и главы города Андрея Шубина. Из рук директора Центра культуры и молодежной политики Ирины Жуковой знаки внимания получили те, кто занимает активную гражданскую позицию и участвует в жизни города. Таким образом, День народного единства – это не только символ единения народа, но еще и прекрасный повод собраться дружной и веселой компанией близких по духу людей. Качество молочной продукции в Смоленской и Брянской областях оставляют желать лучшего. Так, из полутора тысяч проб молочки в четверти случаев выявлено несоответствие техническому регламенту. Это данные местного управления Росельхознадзора. В частности, установлено несоответствие по наличию остаточного содержания лекарственных препаратов и консервантов. Признаком фальсификации, а также микробиологическим показателям. При этом такая продукция поступила от производителей из 16 регионов России, в том числе из Московской, Смоленской и Брянской областей. Товары ненадлежащего качества были изъяты из оборота, а виновные лица привлечены к административной ответственности. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 85 сообщений о происшествиях. Из них одно сообщение о преступлении. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 51 административное правонарушение. Поддержать российских программистов решили с помощью нового законопроекта. Возможно, уже с лета следующего года все гаджеты в России будут продаваться с отечественными программами и приложениями. В первую очередь это относится к смартфонам, компьютерам и телевизорам с функцией смарт-ТВ. Таким образом, авторы инициативы хотят поддержать российских работников IT-индустрии. По их мнению, новые меры помогут специалистам создавать качественный программный продукт, который сможет конкурировать с зарубежными аналогами. Удастся ли таким образом увести российскую IT-индустрию в мировые лидеры, станет известно в ближайшие несколько лет. Закон об обязательном российском софте уже прошел первое чтение в Госдуме. Если документ будет принят, то он вступит в силу уже 1 июля 2020 года. Ловкость, координация, скорость и захватывающие выступления удалось увидеть всем присутствующим на стадионе «Атомтранс» в Десногорске. Несмотря на дождливую погоду, 2 и 3 ноября там проводилось яркое мероприятие казачьей культуры «Казарла». Подробности далее. В минувшие выходные прошли итоговые соревнования на Кубок Федерации рубки шашкой «Казарла». Такие состязания уже вошли в традицию. Десногорцы вновь с гордостью принимают участников и представителей Федерации по казачьим видам спорта. Торжественное открытие соревнований, как и принято, началось с благословения. «Осветится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, якона небесей на земле». Участники приехали с разных уголков России – с Тавропольского края, Поволжья, Свердловской, Смоленской области и Центрального округа. Восемь лучших команд и восемь региональных сборных боролись за звание стать лучшими в своем деле. «Россия с помощью своего боевого искусства стала самой большой страной в мире. Это максимальный показатель эффективности. Поэтому можно заниматься чем угодно, но мы стараемся немножко показывать именно корни тех народов, которые живут в Российской Федерации, и эту Российскую Федерацию создавали». Данному виду спорта всего пять лет, но несмотря на это уровень подготовки участников растет год от года. Приобретается все больше навыков и тем самым демонстрируются лучшие результаты. В казачество вступают молодые юноши и успешно проявляют себя в боевых искусствах. «Это дает внутреннее состояние, то есть оно правит внутри, то есть когда шашку ты держишь, оно немножко в другое состояние получается. Поэтому обязательно надо молодежь привлекать к этому. Во-первых, это традиционный вид искусства, то есть казачий. Во-вторых, это сейчас как более спортивное мероприятие. То есть развивается концентрация движения, внимание, то есть работает мозг уже по-другому совсем. И для молодежи это будет полезно». Цель таких мероприятий – это не только развитие традиционного военного искусства рубки шашкой. Важными составляющими также являются патриотическое воспитание граждан и формирование культурных ценностей российской молодежи. Поэт Лев Николаевич Толстой писал, «Казаками построена Россия, и с этим трудно не согласиться». До конца года в Крым можно будет отправиться на поезде. Это станет возможным благодаря открытию железнодорожной части Керченского моста. Вот ее в эксплуатацию ожидается в ближайшие недели. А уже в декабре начнут курсировать и первые пассажирские поезда. По Крымскому мосту начнут движение 8 пар поездов в сутки. Это составы из материковой части России до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии. Всего будет 11 маршрутов. В будущем количество поездов планируется увеличить до 65 пар, из которых 20 будут грузовые составы. А к ожидаемым маршрутам добавят еще Мурманск, Екатеринбург и Кисловодск. И о погоде. 7 ноября в Десногорске облачно и возможен дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 3. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Вейсбуке и Инстаграм. Программу вела Ксения Вьюшкова. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова